МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Нелегкий год, надо работать еще лучше. О том, куда движется республика, какие еще интересы, кроме алюминия, есть у русалов Хакасии, в эксклюзивном интервью Виктора Зимина, нашей гость-телерадиокомпании. Стройка стоимостью 6 миллиардов рублей подходит к финишу. Министр обороны Сергей Шойгу обозначил дату полной готовности военного городка к работе. Бесплатной земли в Хакасии еще много. Выделено 6 тысяч участков, на очереди еще 4,5 тысячи. Под освоение попадает пригород Абакана. Чтение по следам. В республиканских заказниках и других охраняемых территориях проходит зимний учет животных. Власти Хакасии нацелены на развитие производств по переработке угля. Это одна из перспектив, которая открывается в связи с освоением Бейского каменноугольного месторождения. Об этом в эксклюзивном интервью нашей гость-телерадиокомпании рассказал глава республики Виктор Зимин. И сегодня мы представляем его продолжение. Помимо темы экономики, директор ГТРК Хакасия Лариса Ефименко-Михайлова спросила руководителя региона о будущем сельского хозяйства и о том, почему он решил отметить труд матерей. Второй год уже непростой. 2016-й, говорят, ну и в общем-то есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году именно в нашей республике? Может быть, какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий был, да. Но это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее. Все хотят жить. Нормально. И сейчас. Но для этого и нужно находить сегодня те моменты, почему мы все кинули сейчас на расшитие и логистические схемы по нашему новому месторождению. Мы говорим и не просто о добыче сырьевых ресурсов. Мы сегодня говорим с нашим партнером с Русалом. Да, я имею в виду, это угледобыча сама по себе, это сырье. Оно не даст нам полной отдачи в перспективе, в хорошей, я имею в виду. Мы сегодня говорим уже с нашим партнером, и на Красноярском форуме мы будем делать презентацию. Это углехимия. Мы вышли с Олегом Владимировичем Дерибаской на президента. Я письмом Олегу Владимировичу встрече. Сегодня у нас есть резолюция президента, я уже получил официальный ответ, на расписанную, наша инициатива расписана на уровень вице-премьера Дворковича. В Красноярске мы будем обсуждать уже за круглым столом с наукой и с правительством второй этап развития нашей угольной отрасли по переработке угля. Для нас важно. Ну, вроде, знаете, сегодня рубль не придет. Наоборот, надо думать об инвестициях еще, да? Ну, и завтра надо жить будет. И отрезок, понимаю. Через 3-4 года мы получим новое производство. И уже говорить можно о другой экологии и о многих других вещах. В то же время, этими шагами сегодня хлеба не поешь. А чем ты сегодня поешь? Вот именно в этом году хотелось бы понять. Прежде всего, мы должны привлечь несколько миллиардов инвестиций. Что такое инвестиции? Это деньги. Те, возле которых все встанут. Строители, возле строителей сфера услуг, а возле сферы услуг все, и тоже сельское хозяйство, это население кормить надо. Надо получить несколько миллиардов инвестиций. Дополнительно. Под транспортную инфраструктуру. Для нас расшить ситуацию по логистике. Второй выход через реку Абакан получить в рамках и безопасности наших стратегических предприятий Саяно-Жужинской ГЭС, Майинской ГЭС, алюминиевого завода, потому что мы, как хромоножка, на одной ноге стоим через тот мост железнодорожный. Который уже... Конечно. Он не очень-то у нас, да, благонадежен такой. Плюс мы не можем через эту инфраструктуру вывезти дополнительно 20 миллионов тонн угля. Мы не вывезем. Мы сейчас там развиваемся, мы очень интенсивно идем, но мы через 2-3 года встанем. Это будет коллапс. Нужно инвестиции. Инвестиции любого плана в нашу экономику. Независимо. Вот все думают, что обязательно нужно развивать индивидуально. То где-то только... Если упадет в жилье, вот только жилье появится. Неправда. Получим деньги в логистику, 2, 3, 4, 5 миллиардов. Эти деньги автоматом зайдут во все сферы экономики республики. Почему мы сегодня живем? 15-й год лучше жили, чем все остальные. Мы получили дополнительно почти 6 миллиардов инвестиций. Воинский городок. Строительство. Строительство. По строительству получили. Ну, даже беда сработала на нас. Мы получили еще 3 миллиарда 800 миллионов на инвестиции. 3 миллиарда только в стройку, и 800 миллионов разошлось... Прямо в руки раздали людям деньги. Это тоже была большая работа. У нас общество, как правило, выискивает в этом другое зерно. Но все плохо, все плохо. Почти полторы тысячи домов. Что там одного жулика поймали? Так это мы поймали. Мы с него спросим. Ищут сейчас. Ищем его и найдем. Мне уже жалко, что пострадали часть строителей. Но что же эти строители-то не платили налогов? Как они без договоров работали? Вот я не хочу им сейчас претензии предъявлять, да, как руководитель. Но мне так обидно. Они детям не выплатили ни одного рубля. Я в какой мере веду? За эти рубли мы бы построили садики, содержали бы воспитателей, построили бы дороги. Но только их нужно вот так расшифровывать. А не налоги. В общем. Лекарств не додали пенсионерам и нуждающимся через это. Почему вы? Они же своровали деньги. Прям воровали их. Когда беда случилась, приходят опять во власть, у которой украли деньги. Помогите. И еще виновными выставить кого-то. Да я терпения набрался. Дал команду опять правительству. Помогайте. Даже этим жуликам помогайте. У них семьи есть, еще что-то. Потому что им часть денег не доплатили. Но когда они получали сверхприбыли, говорят, мы руки пожали. Что же это понимание такое в жизни-то? Руки пожать. За государством так никто не говорит. Требуют прямо, да, по закону. Руки-то жмем через закон. А почему у вас договорных отношений нет? Если в договор, то нужно налоги платить. Плохо договорились. Ну, можно возвращаться от одной проблемы к другой. Нужно было говорить больше, наверное, об экономике. А что же мы получили? Мы закрыли беду. Правда? По всем критериям. Мы дали людям отличнейшее жилье. Просто бы никто. Мы бы десятилетиями, республика себе бы не смогла позволить. Да, конечно. Тысячу триста с лишним домов построить. Новые деревни, школы, все эти вещи. Инфраструктуру, водопровод подвезти. Да мы за десять лет столько не сделали водопровода по разным программам. Сколько сделали за одно лето? Сколько рублей пришло в экономику республики? Сколько у нас сфера услуг получила? Магазины, те, кто материалы возили. Арматуру выпускали. Там столько сопутствующих вещей. Никто не обсуждал. Я не потому, что нужно хвалить каждый день губернатора, как он добивался этого. Там все правительство работало. Владимир Владимирович, ну все помогли нам. Вопрос в другом. Ну стать чуть образованнее в этой части, как живет экономика. Вот понять ее, расшифровать, промотивировать, разобраться. В конце концов, сколько мы все с вами получили преференций в регионе. Это вот второй пункт, Виктор Михайлович. Если вернуться к нашему вопросу. Да, вот основные посылы на этот год. Первый, это, конечно же, решить вопрос с долгом. Каким-то образом, я думаю, что, наверное, вам удастся с вашей энергией это сделать. Второй момент, это, да, инвестиции глобальные. И что третье? Вот ваше сельское хозяйство любимое, вот ваша любимая тема. Вы будете делать ставку на него в этом году? Или оно будет как... Ларис, сейчас скажу честно. Вот просто честно-честно-честно называется, да? Не потому, что любимое. Ну, чуть-чуть знаю его. Чуть-чуть разбираюсь. Искренне говорю. Я говорю, в каждом деле должен быть глубоко мыслящий профессионал. Оттуда надо брать их, слушать, учиться и помогать профессионалам. Не потому, что я только декларирую. Я как политик декларирую. Я трезво понимаю, что от этой сферы прям зависим все мы. К чему мы ходим? На чем мы ездим? Какое у нас здоровье? И экономика республики, самое главное. Прям экономика республики. В голодном регионе никто не будет жить и работать. Этот фактор всегда будет всем мешать. У нас нет на прилавках, у нас нет своего. Когда свое, это комфорт, это уважение к территории, это уважение к себе лично, к личности. Ты хвастаешься тем, кто к нам в гости приезжает. Пошли на наш рынок, пошли в магазин. Ты посмотришь. Вы довольны своим детищем рынком? Смотрите, какие у нас цены. Это каждый в себе несет. Это не только я и вы, которые, ну, может, чуть больше знаем по роду службы. Любой человек на своем уровне где-то чувствует. В то же время мы знаем минусы, что есть, и с ними надо бороться. Это влияет на жизнь, это влияет на инвестиции. Никто не придет. Почему мы давать сельскому хозяйству в этом году, республика, помогать? Будем, не просто будем. При всех тех сложностях нельзя ни в коей мере уменьшить финансирование. Знаете почему? Мы потеряем все то, что сделали раньше. Потому что крестьяне, так же, как любой бизнес, взяли кредиты. И они шли по ясной для них программе. Я имею в виду программе поддержки. Они трезво понимали, что им помогут. Каждый год вот такие-то субсидии на технику помогут. Процентную ставку погасят и получается. Виктор Михайлович выходит в эфир и говорит, тяжело. Вы же видите, что происходит у нас. Экономики нет, налогов нет. Мы уменьшаем вам. Пропорционально, как всем. Они больше всех пострадают. Мы все, что вкладывали этими ранее годами, мы это потеряем. Они рухнут за год. Это другая абсолютно отрасль. Там же живые существа. А их нельзя поставить на отстой. законсервировать, как некоторое производство. Провели консервацию и стоит. Корову не поставишь на консервацию. Поросенка, не знаю, курицу. Она должна кушать. Ее надо содержать, лечить. Она должна плодиться. Воспроизводить себя. У нее идет жизнь, она умирает. Понимаешь, даже по естественной смерти она уйдет. Ее не поставишь на консервацию. Там нужен ресурс, как минимум тот, который был. А как норма, каждый год увеличивать надо, потому что мы растем. Больше фермеров становится, больше земли пашем, больше производим. Значит, это все нужно субсидировать. То есть процесс должен с нарастанием идти. Почему я сказал? Только, ну, как минимум сохранить бюджетную составляющую по сельскому хозяйству. А будучи разумными, честными, справедливыми к своим крестьянам, и к сельчанам, и к переработчикам, нужно увеличивать. Виктор Михайлович, хотелось бы, конечно, уже время в наше подходит к концу, но хотелось бы закончить чем-то таким позитивным. Этот год вы объявили годом матери. На самом деле, мне кажется, каждый год можно объявлять годом матери, потому что это настолько широкое понятие, начиная от родной мамы, заканчивая родиной матерью. Ну, почему именно этот год? И мне бы хотелось немножко выйти за рамки, может быть, официального, а перейти немножко на личное. Я понимаю, что большинство политиков терпеть не может эту журналистскую манеру, но, тем не менее, насколько мне известно, ваша мама жива, и она сейчас рядом с вами. Может быть, это как-то с этим связано, что именно в Хакасе этот год – год матери? Я очень рад и благодарю Господа Бога, что мама со мной, жива, маме 87 лет, в девичестве была Кемф Марта Карловна, она Марта Карловна и осталась, она немка у меня. Я очень горжусь, горжусь не тем, что она просто немка-немка-немка, в том плане, что горжусь тем, что она воспитала нас с каким-то маленьким другим укладом, более требовательна. Как и все, матерь очень любила и любит нас, но в то же время всегда такие критерии к нам предъявлялись. Ну, мы должны были как-то что-то делать в этой жизни. Работать. Самый главный критерий был… Я все трудолюбиваю очень. Да, это работать – главный скандал в семье всегда был. Если кто-то богаче живет или меньше работает, у тебя муж там… вернее, меньше работает критерий. Ты должен так же работать, ты должен принести больше. Но это одно, а второе – другое есть. Не самое главное – это другое. Ты не имеешь права быть плохим к своей семье. Вот там было всегда требование, и сейчас оно. Всегда права невестка. Всегда права невестка. А так ведь и есть на самом деле. Вот знаешь, она, конечно, любит родного сына. Но замечение сразу было – ты не прав. Ты дал слово, ты взял за себя женщину. Она тебе родила детей, тебе рожала. Она всегда видела – тебе родили детей. Вот этот критерий всегда мама нам как-то навязывала. Остальное, конечно, было очень много-много-много других, может, вещей. Но было и то, что я почему выделил там национальность. По понятным причинам мама здесь оказалась. Ее сослали. Ну да, сослали. Сослали. Она была ребенком. Она никого не предавала. Ни государства, ничего. Мы знаем. В 41-м году немцев выслали. И моя мама попала в Сибирь девочкой. Я почему готов в две нормы пахать. И почему, наверное, вы видите, что я уделяю очень большое внимание титульной нации. Они прямо спасли мою маму. Она выжила. Они переехали без ничего сюда. Их было пятеро детей. Одна бабушка. Мама была самая старшая почти. 13 лет ей был. Остальные дяди Косте было самому младшему. Две недели. Вот 6 сентября их... А, он родился со мной в один день. 23 августа только 41-го года. А 6 сентября их посадили в скотовозы. И полтора месяца везли до Сибири. Потом баржами через Денисей сюда. Не все доехали по понятным причинам. Я не буду говорить о тех условиях, в которых они ехали. Но это моя мама. Мне все равно обидно за наше государство, что мы могли со своими людьми так поступить. Ходили вместе в туалет, потому что не было. Останавляясь на перегоне. Это много-много что есть. Но ни разу в жизни я это узнавал, знаете, из каких-то таких тайных разговоров. Ни разу в жизни мне мама не сказала, что нельзя любить это государство. Ни разу. Ни разу немцы не критиковали власть. Ни разу. Они все равно любили это государство. Это было их государство. А вторая часть этой жизни – это вот уже Сибирь, Хакасия. А отец, конечно, сибиряк, казаки. Вот такая контрастность. Мы с Кавказского, вот рядом, Костонтранский район, где отец, где вся моя родова была. Второй дед, невеликий тут секрет, был секретарем горкома Черногорска. Дорос там до начальника шахты. Ну все отсюда, все здесь. А вот эта часть, контрастная семья такая. Прям разные были, папа и мама. Большой контраст. Папа прямо русский, все отдаст. Да, всех любил. Мама немка педантичная. Мама нет в части того, что семья, защита, забор, дети, мое. Ну вот такая маленькая разница. Но Хакасию спасли мне мать. Вот прям Хакасы. Не то государство в то время, которое было, отношение, вернее, власти к ней, да? Их отсылали сегодня не для того, чтобы они выжили. Я это трезво понимал. Но они ни разу не пожаловались. Само просто отсылали и высылали. Да, без отца. Отца в трудармию забрали. Он пришел, 55 лет умер. И вот можно много накладывать. Я сейчас не то, что только про свою маму. Я думаю, у каждого есть своя история, как нужно любить маму, как через эту призму, наверное, прежде всего, парень-то сказала, что... Да, и государство тоже мама, да? Родина-мать. Ну, как без мамы, я не знаю. Ну, консолидация возле мамы. Пока мама жива, я очень хочу долгих-долгих лет. У нас такая сильная семья получается. Я знаю точно. И каждый у меня со мной согласится. Пока живы родители, дом отчей, да, есть семья. Конечно, нужно сделать все, но постараться. Не один год, а каждый год. Я просто предложил этот вариант. Я думаю, этот год как-то особенно будет. Надо найти. Наоборот, он сложный от счастья. Да, и вот нужно как форму консолидации всему обществу сплотиться, найти в себе силы, уделить внимание именно... Это не проблема. Наоборот, найти другие моменты, как еще всем быть добрее, сильнее, найти форму финансирования даже этих программ, именно материнство. Именно материнство. Мы очень надеюсь, верю, мы должны ввести перинатальный центр, правда? Это, конечно, прежде всего для девочек, для мам. Конечно. Только для мам. Ну, папа радуется возле этого дела, да? Всегда, когда эти появляются такие... У нас еще есть очень много денег, будем вливать в медицину. Я думаю, что в конце года мы действительно поймем, что вы вкладывали, какой смысл вы вкладывали в этот год. Я думаю, что это публично станет ясно для всех. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. Всего доброго. В эфире «Вести Хакасия», события недели, и мы продолжаем. Одной из самых обсуждаемых новостей недели стала трагедия в селе Сартыково Алтайского района. Молодая мать задержана по подозрению в убийстве собственного ребенка. Дело находится под контролем прокуратуры. Подробности у Виктора Бурова. Жуткая трагедия разыгралась в доме по улице Мира в ночь субботы на воскресенье. Молодая мама собрала у себя целую компанию с собутыльников в девять человек. На глазах у троих малолетних детей двух месяцев, трех и четырех лет они устроили гулянку. Вот именно что они там хорошо, наверное, бухнули. Мой сын пришел, оттуда же, тоже, в час, где-то ночью пьяный, средний. Ну, там они продолжали пить вовсю, наверное. Наверное, всю ночь пили. Если в час пришел сын. Под утро грудной малыш заплакал. По версии следствия, 25-летняя Анастасия взяла его на руки, чтобы успокоить, а после запихнула в печь, где еще горели угли. От полученных ожогов ребенок скончался. Друзья по бутылке и дети в это время спали. Когда молодая мама поняла, что ребенок умер, она сообщила соседям. Конечно, передернула все, зашел к нему, она его на руках уже держала, в одеяле укутанном. Ничего не могла рассказать. Она веревела, плакала и укачала. Односельчане обсуждают с посторонними людьми дикую историю, отказываются. Ведь некоторые из них могли находиться на месте преступления, гуляли большой компанией. От причастности к убийству молодая мама отказывается, хотя изначально дала признательные показания. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. А в настоящее время, выполняя все следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Как рассказывает дядя, подозреваемая в убийстве собственного сына девушки, который, кстати, тоже отсидел за убийство, племянница росла без родителей. Из-за пьянки их лишили родительских прав, а когда девочке было 12 лет, отец и мама умерли. Опеку над сиротой взяли чужие люди, но после отказались. Когда девушке исполнилось 18 лет, ей как сироте выделили дом. Одного за другим Анастасия родила троих детей, воспитывала их одна без мужа, жили на детские пособия. Сейчас обвиняемая задержана маме дета-убийце грозит срок от 8 лет до пожизненного заключения. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе побывал в Абакане, чтобы проверить ход строительства военного городка в МПС. Именно по его инициативе три года назад начались масштабные работы, призванные улучшить условия для железнодорожной бригады. И вот сегодня у военной части новые казарма и столовая, а также тентомобильное укрытие для техники. Но для простых горожан важнее то, что помимо военных объектов построены культурно-досуговый центр, спорткомплекс с бассейном и первый в Хакасии крытой ледовой площадкой. Планируется, что посещать их смогут не только военные, но и жители и гости столицы. Прошлогодняя стройка для погорельцев несколько подкорректировала сроки сдачи военного городка. И как поручил Сергей Шойгу, все работы должны быть завершены в мае. Льготникам, желающим получить бесплатную землю, не придется долго ждать. На сегодня власти уже раздали 6 тысяч участков, на очереди еще 4,5 тысячи. Где они находятся и будут ли власти выполнять свои обещания по развитию будущих новостроек, смотрите в следующем материале. Новый дом еще не до конца обустроен, но лучшего места для своей семьи Наталья Медведева не представляет. В Абакане она с четырьмя детьми ютилась в маленькой квартире, а здесь целых 140 квадратных метров по собственному проекту. Бесплатный участок рядом с селом Зеленое предоставили в прошлом году. И Медведевы, не раздумывая, решили переехать. Было бы где строиться, да еще свет. И больше ничего не надо для исполнения мечты. В городе мы не смогли приобрести жилье в связи с тем, что участки неподъемные, квартиры очень дорогие. А здесь, на эту сумму, которая у нас располагалась, мы смогли построить дом, где у каждого ребенка есть свой угол, своя комната. Есть, конечно, небольшие проблемы с участками, но это не страшно. Надеемся, что нам государство поможет и в этом. Медведевы – единственные жильцы в округе. Соседи не спешат осваивать свои участки. Единственное, с чем здесь нет проблем – это свет. Энергетики провели уже треть от необходимого. А вот отсутствие других удобств, не говоря уже о школе и детском саде, сдерживает людей от переселения. Лишь 250 семей решились на строительство жилья. И первое, что им нужно – это хорошая дорога. Сельсовет рассчитывает на помощь республике. Муниципалитетом разработана проектно-смертная документация. Мы получили экспертизу на 8 километров дорог. Но вот второй год пока никак эта проблема не решается со строительством дорог. Это вот сегодня основная проблема. В районе села Зеленое для многодетных семей определено 3000 участков. Еще 3000 выделено в районах. И это не единственный массив, который в будущем появится на карте республики. Бесплатная земля также полагается молодежи и молодым специалистам. Для них нарезано 4500 участков недалеко от Абакана. Это микрорайон Северный под Усть-Абаканом, Белый Яр-2 и массив возле села Солнечное. Прежде всего на них могут рассчитывать нуждающиеся из Абакана, где самая большая очередь и где практически нет свободной земли. Город Абакан сейчас после нашего совещания процедурно мы определили и установили сроки. Будет обращаться непосредственно в Усть-Абаканский район, скажем, чтобы попросить необходимое количество земельных участков. А необходимый – это как раз тот дефицит, который у них есть. А Усть-Абаканский район уже скажет, какие сроки он предоставит им эти земельные участки. Как рассчитывают власти, выделение участков может начаться уже в этом году. Правительство хочет подойти к делу по-хозяйски и, несмотря на финансовые сложности, намерено сначала решить вопрос, как обеспечить новые массивы дорогами, светом и водой. Хотя обещания все построить давались в хорошие времена, отказываться от своих слов власти не собираются. Иначе глобальный проект рискует остаться лишь полумерой по решению жилищного вопроса тысяч нуждающихся жителей Хакасии. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Дмитрий Парахин. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин. Семья Кондрашкиных сегодня в суде пытается найти виновника ЧП. Материальный и моральный ущерб оценен почти в 300 тысяч рублей. Иск подан к Южно-Сибирской теплосетевой компании. Якобы именно по ветхой трубе она снабжала горожан водой. Впрочем, представитель ЮСТК в суде показывает документ, где прописано, что злосчастная труба поступила на баланс к предприятию уже после аварии. Данный участок тепловой сети имеет статус безхозяйного участка сети. И впоследствии данным распоряжением он передается на обслуживание ЮСТК на дальнейшем. То есть из данных документов видно, что на момент аварии, то есть 21 сентября, когда у нас произошла авария, данный участок тепловой сети, он на обслуживание ЮСТК отсутствовал. По мнению Николая Беляева, ответ искать нужно в городской администрации. В защиту мэрии выступает другой юрист. Дело в том, что у энергетиков на балансе действительно нет аварийной трубы. Однако примыкающая с обеих сторон к ней числится. Получается, что по закону предприятие обязано следить за состоянием всего участка. Оно использовало данный участок сети в своей коммерческой деятельности. И, соответственно, несет ответственность за использование ее. В ходе слушания пострадавшая сторона все же ходатайствовала, чтобы в качестве ответчика выступала и администрация. Следующее заседание суд назначил на конец февраля. Когда это все произошло, мы ходили в мэрию города, у нас было совещание, нам сказали, что это в течение месяца, максимум двух, все это будет. Но, как видите, еще даже ответчиков мы не можем найти. Что можно сказать? Полгода уже проходит. Остается добавить, что подобных дел в практике городского суда прежде не было. На сегодня сюда подано от жителей пострадавшего дома лишь три заявления. Остальные, скорее всего, ждут результатов. И когда виновник будет определен уже однозначно, скорее всего, требований взыскать с него материальный ущерб будет в разы больше. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Как посчитать диких животных? Это знают специалисты дирекции по особо охраняемым природным территориям. Сейчас у них напряженная пора. Необходимо провести зимний учет обитателей лесов и тайги, чтобы понимать, как они мигрируют в пределах Хакасии и соседних территорий. Работа эта проводится каждую зиму, но на этот раз в ней есть свои особенности. Без лыж в такой снег никуда. Для проведения зимнего учета в Июзском заказнике инспектору предстоит пройти десятки километров по труднопроходимым местам Ширинского и Орджоникидзевского районов. Это раньше можно было проезжать по маршрутам на машине или снегоходе. Новый же метод требует пеших переходов и наличия вот такого венечка. В первый день необходимо ему замести эти следы. Он ведет с венечком, затирает следы, чтобы на следующий день не испутать старые и новые следы. То есть достаточно все просто. Прошел, затер следы, на следующий день обнаружил новые следы, сделал пометку с координатами, что здесь проходило слева или направо по маршруту косуля, либо это был морал, либо другой зверь. Делает отметку, идет дальше, видит еще один след, делает отметку. Потом эти данные все собираются, анализируются, все сводится в судную таблицу и по методике производится расчет, сколько какая же плотность зверя именно на этом участке. На снегу хорошо видны следы животных, то есть пути их миграции. Поэтому январь и февраль – самое время для учетов. Во всех пяти заказниках, которые есть в Хакасии, инспекторам предстоит пройти 175 маршрутов, что по самым грубым подсчетам составляет минимум полторы тысячи километров. Но помимо этого у защитников природы есть и другая работа. Этим утром в Юском заказнике температура минус 38. При таких морозах учеты проводить запрещено. Чтобы не терять время, сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям заняты так называемыми биотехническими мероприятиями. Они делают и ремонтируют кормушки для копытных, развозят сено. Мы заготовили порядка 170 тюков сена, плюс приобретали мы порядка 80 тюков сена. Судя по поедаемости в этом году, у нас уйдет все без остатка. Расход достаточно большой идет. Звери активно поедают сено. Плюс к дому уже закуплено порядка 40 тонн овса. Благодаря заботе человека в заповедниках, заказниках и других охраняемых зонах зверя становится больше. Инспекторам Дмитрию и Николаю Ивановым удалось снять редкие кадры в заказнике Кискачинский. Во время объезда территории они встретили лося. Сахатый не только не испугался машины, но и то ли решил поиграть, то ли отстоять свою территорию. Агрессивно настроен был так. Поиграться хотелось. С уазиком. Не боится ничего. Не пуганный зверь. Под защиту попадают не только животный мир, но и памятники природы. Так что в планах дирекции создание в Хакасии новых особо охраняемых территорий, где вмешательство человека будет минимальным. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.